Многие помнят телевизионное шоу под названием «Самые умные умники и умницы», и эта эпоха не ушла. Прямо сейчас в Хабаровске проходит интеллектуальная игра под названием «Умник». Ребята защищают свои проекты перед членами жюри, и это тоже покажем по телевизору. Он проводится не первый год, уже порядка 10 лет. Люди приходят, заявляют свои идеи, проходят полуфинал. В полуфинале у нас оценивается научная новизна проекта, как неотъемлемая часть стартапа. Второй частью у нас здесь в жюри собраны представители бизнеса, крупного бизнеса. Жюри оценит, можно ли будет продать этот проект, как на нем зарабатывать. Здесь поселок Корфовский, в нем существует такая проблема, что люди не могут определять положение вагона на каждом конкретном каком-то пути. Собственно, мой проект устраняет эту проблему, помогает людям не заниматься таким трудом, как обхождение путей. Из этих ребят получались неплохие команды, которые потом поглощали большие компании, типа КНАС, Комсомольский, Судостроительный завод. То есть их идеи применяются в производстве. И хотим, чтобы здесь, в Хабаровске, в нашем родном городе, появлялись новые компании, новые направления, и создавались рабочие места, и люди никуда не уезжали. В разных IT-офисах принято оборудовать вот такую зону отдыха, где есть и приставка, и другие развлечения. Здесь для ребят сделали то же самое. Вот они еще не успели защитить проекты, но уже играют в приставку. Расскажите, как вы? Расслабляетесь? Не волнуетесь? Вам ведь еще выступать? Конечно, расслабляемся. Без расслабления не получится хорошо выступить. У всех бывают такие ситуации, когда нет дома света. Это вот как раз происходит по очередной причине, за аварией. И вот наш метод диагностики, который мы хотим вам предложить, как раз таки повысит надежность расслабления. На защиту проекта участникам дается пять минут. Над победителями возьмут шефство специалисты по технологиям компании Хабаровского края. Анастасия Незнанова, Павел Баландинский. Смотри Хабаровск.